Это новости спорта. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. Элина Светолина преодолела стартовый барьер открытого чемпионата Франции. В первом раунде грунтового турнира «Большого шлема» Харьковская теннисиска, посеянная под пятым номером, обыграла хозяйку «Корта» Васян Бабель 6275. Очередной соперницей первой ракетки Украины станет американка Ан Ли, которая занимает в мировой классификации 75-ю позицию. Александр Шариков продолжит выпуск. Харьков отметил 95-летие отечественного волейбола. Именно первая столица была родоначальником этой игры в Украине. Праздник, посвященный знаменательной дате, состоялся во дворце студента Национального юридического университета. Участников торжественного мероприятия поздравил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Я еще совсем маленьким мальчиком ходил на волейбольные матчи, потому что волейбольные матчи тогда было очень круто. И это был стиль. Стиль времени и стиль жизни. Модно было играть в волейбол, модно было заниматься волейболом. И я очень хочу, чтобы в городе Харькове эта традиция продолжалась. Давым пульс становлению и развитию волейбола в Украине, Харьков с тех пор стал настоящей столицей этой игры, главным волейбольным городом страны. Великий Юрий Паярков со товарищей побеждали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Локомотив выиграл континентальный кубок топ-команд. Юрокадемия становилась чемпионом Европы среди студенческих клубов. А в нынешнем году удостоилась национальной бронзы. Наше святкувание великое значение для тех, которые пришли от нас, для тех, кто сейчас делает волейбольную славу в Украине, и для тех, кто, для подрастающего поколения, которые будут делать. Харьковский волейбол всегда был самым первым в Украине, и он остается. На праздники были презентованы кубки чемпионатов города кумирам и творцам харьковского волейбола, а также книга «Время не властна над памятью», в которую внесены имена людей, оставивших заметный след в истории этой игры. Это игроки, это тренеры, это журналисты, это врачи, это меценаты, которые помогали людям и помогают. То есть это все люди, без которых невозможен был бы волейбол. И вот поэтому, вот эта книга, эта книга не будет иметь конца, потому что каждый год комиссия будет заседать, комиссия будет заседать, и мы будем дополнять, чтобы молодые люди также стремились, чтобы его имя было в этой книге. В настоящее время волейболом в Харькове занимаются 3000 детей, 90 команд участвуют в детской лиге. Это большой потенциал. Отныне есть тимул у тех, кто выводит юных спортсменов-мастера. По инициативе Харьковской областной профильной федерации учреждена специальная награда «Почетный тренер детского волейбола Украины». В числе первых награжденных – 8 харьковчан. Мне пришлось поработать и на взрослом волейболе, и на детском волейболе. Но с детьми я работаю больше, под это очень много воспитанников они играют в разных командах нашей страны и за рубежом. Поэтому приятно, что первых десяти нас отметили и получили мы заслуженные награды. Виктор Бараган выиграл бронзовую медаль на юношеском чемпионате Европы по вольной борьбе, который проходил в Софии, в котором участвовали 200 спортсменов не старше 15 лет из 22 стран. Воспитанник Харьковского училища физической культуры номер один поднялся на пьедестал весовой категории до 44 килограммов. Ученик Александра Назарова провел в столице Болгарии пять схваток. Победив двух турецких борцов и лидера белорусской команды Рамина Мехдеева, Бараган уступил за выход в финал своему соотечественнику, будущему вице-чемпиону континента Александру Григоришину из Черновцов. В бронзовом поединке харьковчанин встречался с поляком Кесы Якубом и своего шанса не упустил. Бараган одержал чистую победу 10-0. В общекомандном зачете юношеская сборная Украины, которую возглавляет харьковский тренер Олег Заяц, заняла второе место. АПЛОДИСМЕНТЫ В топ-100 обновленного рейтинга Международной шахматной федерации входят два харьковских гроссмейстера. Антон Коробов занимает 52-е место, Павел Ильянов – 66-е. Среди восьми украинских шахматистов, представленных в первой сотне, это третий и шестой результаты соответственно. В женском рейтинге ФИДЭ харьковчанка Анна Ушенина следует на 38-й позиции. Лидерами мировых шахмат остаются норвежец Магнус Карсон и китаянка Хоуи Фань. На юниорском этапе Кубка Европы по бадминтону, который состоялся в польском городе Марке, харьковчане участвовали во всех пяти финалах. В трех победили. По две золотые медали и одному серебру добыли Евгений Столовой и Евгения Кантемир. Вместе воспитанники Натальи Головкиной первенствовали в миксте. В финальном матче они одолели местный дуэт 26-24-21-13. Еще один трофей Столовой добыл в одиночной категории. Обыграв четырех соперников, харьковчанин в финале нанес поражение первой ракетке турнира бельгийцу Шарлю Фаюну в решающей третьей партии 21-10. Кантемир свою вторую победу одержала в женском парном разряде в тандеме с одноклубницей Аминой Лысенко. В морском парном турнире Столовой и Егор Леонтьев из Николаева заняли второе место. Кантемир стала серебряным призером в одиночной категории. Всего за награды польского этапа Кубка Европы среди юниоров сражались бадминтонисты из 11 стран. Харьковские шоссейники заработали три серебряные и две бронзовые медали на юношеском чемпионате страны в Кропивницком. София Трубчанинова трижды поднималась на пьедестал. 15-летняя подопечная Андрея Дубинина стала серебряным призером в Критериуме. А еще две награды выиграла в составе объединенной сборной. В групповой гонке командного чемпионата страны Трубчанинова еще одна харьковчанка София Зверева и спортсменки из Хмельницкой и Черниговской областей заняли второе место. Суммарно они заработали 62 очка, 30 на счету Трубчаниновой. Ставшие третьими николаевские велосипедистки отстали на 4 балла. Победила сборная Киевской и Ровенской областей, которая набрала 76 очков. В индивидуальной гонке Трубчанинова и Зверева завоевали бронзу. В младшей возрастной категории Александр Апочанский, Ростислав Каток, Никита Глушко, Александр Хоменко и Павел Отморский финишировали вторыми в групповой гонке. Екатерина Кононенко и Нана Шелия заняли третье место в индивидуальной гонке вместе с тремя черниговскими велосипедистками. В середине июня во Львове пройдет чемпионат Украины в олимпийских видах программы среди взрослых, молодежи и юниоров. Сегодня все о спорте. Удачи вам и новых свершений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok